День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткове. Доброе утро. Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Как обычно в это время у нас на связи представитель бюро вакцинации, эпидемиолог Никита Троянский. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну, я думаю, что все вас спрашивают. Да, давайте зададим сейчас тон нашей беседе. Пробежимся по заголовкам. Тон, как вам омикрон. Да. Это утренние стихи. Вообще есть какая-то... В Великобритании предупредили о лавине омикронштамма, а в Швейцарии предсказали доминирующую позицию омикронштамму. Вот что происходит на свете. Что происходит у нас, Никита? Вообще, что... Стало ли нам больше что-то ясно об этом омикроне? Помните, мы в свое время говорили, что надо подождать пару недель, может быть, информация прояснится. Что сегодня можем... Что мы сегодня знаем? На самом деле появилось больше информации. За последние четыре дня вышло как минимум три хороших статьи, которые описывают способность омикрона уходить от иммунитета, обходить иммунитет. Соответственно, мы видим, что на самом деле омикрон почти полностью обходит иммунитет, который у людей вырабатывается после Джонсон-Джонсона, а также достаточно хорошо обходит две дозы МРНК вакцины. Но то, что мы видим, если человек получил третью дозу, например, третий Pfizer, то в 36 раз лучше у человека антитела работают против омикрона, чем у того, который просто две дозы получил. То есть выглядит, что в скором будущем надо будет по-новому продефинировать, что означает полностью вакцинированный человек. Я думаю, это будет человек с тремя дозами, потому что с омикроном нынешние две дозы не справляются. Ну вот мы знаем, что Израиль заявил о том, что начато исследование о возможности прививаться четвёртый раз. То есть, как кто-то юморил в своё время, а вот седьмая прививка поможет точно. Ну мы как бы так утрируем это, но ведь на самом деле может быть и ничего страшного, если омикрон и обойдёт этот иммунитет, если заболевание будет происходить в лёгкой форме. Пока ведь ещё, пока мы не можем говорить о том, что это обязательно приводит к каким-то тяжёлым последствиям. Пока. Самая большая проблема в том, что я вижу, что в СМИ есть такая тенденция больше сообщать какие-то положительные новости об омикроне в последнее время. Я много вижу в заголовках о том, что якобы омикрон не настолько опасный, потому что мы видим, что в Южной Африке мы не видим какого-то слишком стремительного повышения госпитализации. Оно есть, но это не лавина госпитализации. Но надо брать во внимание, что в Африке всё-таки большинство людей уже либо провакцинировались, либо переболели. И главное, у них средний возраст населения 29 лет. Поэтому настоящую ситуацию с омикроном мы увидим в Европе вот в ближайшие недели. Мы видим, что в Великобритании повышается госпитализация, но у них всё равно меньше тысячи случаев омикрона пока что подтверждены. Так что ещё не можем делать однозначных выводов. У нас нет причин не доверять вам, вне всяких сомнений. Но, тем не менее, позволю себе процитировать ещё один заголовок, ну, подзаголовок, хорошо. Во Всемирной Организации Здравоохранения заявили, что штамм омикрон менее опасен, чем дельта. Ну, так они предполагают, по крайней мере, да. Он более заразный, но вызывает меньше тяжёлых последствий. Так можно перевести это. Так он меньше опасен, чем дельта и предыдущие другие штаммы? Или всё-таки он хуже них? Ну, я думаю, как это часто бывает с коронавирусом, здесь, в принципе, разделяется академическое общество на два мнения. Потому что повод думать, что он меньше опасен, это то, что в провинции Гаутен, где больше всего омикрона, в данный момент стагнирует госпитализация. То есть мы не видим увеличения, оно на самом деле уже стабилизировалось. Но, как я говорю, всё-таки это не очень хорошая наука. Посмотрим, как омикрон будет себя вести в европейском контексте. Я думаю, ещё через неделю-две уже увидим. Потому что Южная Африка – это всё-таки совершенно другое общество именно из-за возрастной структуры и количества иммунитета. Ну, опять же, спасибо вам за ваши замечания. Мы с Абиком тоже заметили, что всё, что связано с сообщением, основная часть сообщений и реакций даже, связанных с новым штабом, с омикроном, она действительно более позитивная. И связано ли это с общим фоном, что надоел уже коронавирус, и мы цепляемся за любые осколки информации, которые показывают, хотя бы дают надежду на то, что пандемия может скоро в обозримом будущем, скажем, в конце весны, там, не знаю, условно, клигу, очень-очень условно закончиться. Потому что были же сообщения о том, что омикрон, ну, грубо говоря, сожрёт остальные штаммы и самоуничтожится. Тем самым, опять же, возвращаясь к недельной давности нашему разговору, и станет корона просто сезонным заболеванием. То есть связано ли это с надеждами, вот такая реакция? Ну да, да, я уверен, что тут есть элемент такого психологического эскейпизма, что всё закончилось. Ну и да, и во-вторых, в обществе ходил такой миф, что вирусы эволюционируют таким образом, чтобы стать менее опасными, но более заразными. Но на самом деле, касательно некоторых патогенов, это является действительным, а с коронавирусом это не так. Нет поводов думать, что он будет эволюционировать в более мягкую форму. Тем более то, что люди не понимают, на самом деле, даже если омикрон, скажем, госпитализирует меньшую долю людей, но при этом сам он заразней, то в абсолютных величинах мы можем ожидать больше госпитализации. Условно будет заражаться в 10 раз больше людей, но из них в 5 раз меньше будут попадать в больницу. Увеличение госпитализации в 2 раза. Это правда. Ну вот понятно, что мы сейчас, может быть, гадаем на кофейной гуще, но ведь когда мы говорим, что есть какая-то вот такая психологическая, там люди надеются, естественно, на лучшее, потому что мы 2 года уже живём в такой ситуации. Ну хорошо, вот кто-то уже так грустно шутит, что после омикрона там ещё есть буквы в греческом алфавите, будет такое буква Пи, и так дальше это всё будет продолжаться. И, естественно, нам будет говорить, ну вы знаете, ну вот омикрон-то вот третью вакцину обойти не может, да, зато вот новый вирус, он обходит замечательно третью вакцину. Давайте четвёртую, пятую, шестую, ну условно говоря, потом будем... И через полгода, опять же, наш гость Никита Троянский скажет, ну настала пора ещё раз передефинировать, что означает полностью вакцинированный человек. Это 18 вакцин. Да. Нет, ну понятно, что... Конечно, я понимаю, что это разочаровывает, но на самом деле никто вам сейчас не может дать ответ. Я думаю, что видя, как стремительно эволюционирует коронавирус, всё больше будет разрабатываться так называемая универсальная вакцина. Например, против гриппа мы, правда, уже 20 лет её разрабатываем, всё никак не можем разработать, но в разработке вакцин против гриппа всё-таки меньше денег, чем в разработке вакцин против коронавируса. И я думаю, потенциально можно создать вакцину, которая будет нейтрализовывать все в будущем возможные варианты. Ну хорошо. Это прогноз на будущее, который неизвестно, когда ещё наступит, и будет разработана универсальная вакцина. Говоря всё-таки о таком близком горизонте событий, вы упомянули, что через неделю-две станет, возможно, более понятна ситуация с тем же самым микроном. Очень хочется надеяться, что за это время не появится новый штамм. Предположим, проходит вот здесь одна-две недели, что-то ещё становится ясно. Что говорят сейчас математические модели? Мы с Абиком уже упоминали в этом эфире, что ходят слухи о том, что, возможно, 21 числа нас всех опять закроют. Возвращаясь к вашим математическим моделям, есть ли на данный момент какие-то предпосылки, что к праздникам надо будет вводить какие-то дополнительные меры предосторожности? Ну, опять же, это больше политический вопрос. Я скажу с эпид точки зрения, есть ли поводы так думать. То, что мы видим, на прошлой неделе трое из семи дней показали большее количество случаев, чем среднее семидневное значение. Короче говоря, три дня увеличивалось количество случаев. То есть начинается, возможно, новый всплеск инфекций. Мы, собственно, это предполагали, но мы полагали, что это произойдет чуть позже, после 18 декабря, когда начинаются рождественские каникулы и возрастные группы начинают мешаться. Видимо, это начинает происходить чуть раньше. И я до сих пор думаю, что, вот скажем, если бы не было омикроном, то тогда я считаю, что нет эпидемиологических поводов ограничивать вакцинированных людей за исключением мероприятий с потенциалом суперспрединга. То есть когда один человек заразит 400 людей. То есть нужно сейчас еще не устраивать концерты, допустим, но в принципе, в моем понимании, вакцинированные могут хоть двадцатером сидеть за одном столиком в баре и до четырех утра. Но единственный вопрос, увидим, какие коррективы внесет омикрон. Поэтому я думаю, что сейчас еще все прям открывать вакцинированным нет поводов, потому что потом, может, будем за это очень высокую цену платить. Да. Что касается еще, может быть, омикрона, не омикрона. Вот на ваш взгляд вообще вот эти бустерные вакцины, может быть, действительно есть же такая концепция, что надо подождать, пока ее подстроят под новый этот вирус, омикрон или не омикрон. Ну, то есть под новый вирус подстроят, более заразный, потому что иначе действительно потом придется говорить и о четвертой вакцине. Не, ну, я понимаю мысль, но все равно, поскольку сложно быть уверенным, что там через три месяца на самом деле Файзеру удастся подстроить вакцину, я все равно призываю всех делать повторную вакцину сейчас, той, что имеется, и все мои родственники такую уже сделали. Но я могу сказать, что на самом-то деле с другими вакцинами, если посмотреть на историю, было точно так же, с тем же полиэмилитом, который быстро мутирует относительно, сделали первую, вторую, третью, и лишь после четвертой прививки увидели, что защита достаточно высокая, и тогда остановились на четырех дозах вакцины против полиэмилита. Я думаю, что, может, с коронавирусом доз будет не так мало, все-таки коронавирус еще быстрее мутирует, но я не думаю, что это что-то особенное и беспрецедентное в истории вакцинологии. Вот еще два таких аспекта. Мы видим, и эта статистика показывает, что заражаются, правда, болеют, к счастью, в основном легко, и те, кто полностью вакцинирован, ну, так говорим, будем по-простому, Модерна и Файзер, они тоже заражаются, и вот что делать им? Ведь они полностью, как бы полностью на тот момент дважды вакцинировались, все-таки сейчас заразились этой дельтой, им тоже нужно бежать делать третью вакцину, или им стоит подождать, потому что время от времени же возникает дискуссия, в том числе и в Латвии, а как там с антителами? Я знаю вашу позицию, вы говорите о том, что количество антител еще ни о чем не свидетельствует, а что им сейчас делать? И таких людей немало. На самом деле у людей, которые переболели и потом прошли полный курс вакцинации, или, наоборот, прошли полный курс вакцинации и переболели потом. Ну, или, например, так, нет возможности сейчас получить повторную вакцину, то есть повторная вакцина предоставляется только в случае, если есть полный курс и не переболел, или если человек переболел и получил потом одну вакцину, такие тоже есть. То есть, например, я не могу сейчас получить повторную вакцину, потому что переболел до того, как у нас появились вакцины. — Да. Еще есть один аспект, он больше, наверное, не к эпидемиологам, а, может быть, к инфекционологам, но тем не менее. Мы знаем, что Европейское агентство лекарств уже зарегистрировало такой мер, который создал вот эти таблетки, я так понимаю, которые, в принципе, в первые три дня эффективны, предотвращают обнажение. — Может быть, это тоже путь в этой ситуации? Мы все время говорим о вакцинации, я знаю вашу позицию, что вакцинация — это «набер ванш» называется, главнее всего, но все-таки, учитывая вот тот вариант, что мы говорим, что после омикрона может появиться следующий мутант и следующий, может быть, появление вот этих вот лекарств тоже как-то вот выход, чтобы действительно не было так, что мы каждые там шесть месяцев заново прививаемся? — Нет, это, конечно, один из потенциальных путей, но единственное, то, что мы видим, вот в каком направлении эволюционирует вирус, то каждый следующий штамм приводит к более стремительному протеканию заболевания, то есть из легкой формы в среднюю гораздо быстрее за 3-4 дня, если с альфа-штаммом это были 7-10 дней. И, соответственно, сейчас сложнее поймать тот момент, то окно времени, когда нужно вот это лекарство, мерка использовать, потому что если ты вакцинирован, ты просто даже не знаешь, что ты заражен, да? То есть я не уверен, как это, собственно, реализовать, что ты своевременно будешь узнавать о статусе инфекции и принимать лекарства. — Да, напомню, что с нами на связи Никита Троянский, представитель бюро вакцинации. Никита, сегодня, начиная с этого дня, в Рижском аэропорту проводят более обширное тестирование на COVID-19, прилетающие рейсы из стран с наибольшим количеством завезенных в Латвию случаев COVID-19. Это практически вся Европа, Египет, Россия, еще некоторые регионы, включая Украину и Грузию. Четыре, пять, шесть рейсов в день будут поголовно проверять экспресс-тестами. Насколько, на ваш взгляд, это действенная мера от четырех до шести рейсов, учитывая количество прибывающих? Надо ли вообще было начинать, если делать так мало? — Знаете, я никогда не был большим фанатом идей контроля на границе. То есть, я думаю, эффективно это, если ты полностью границу закрыл, как Австралия. Все остальное не столь эффективно, потому что, ну, по факту мы видим, когда в стране высокий уровень распространения инфекции, то тогда импорты составляют 2-3% от всех зараженных людей. То есть абсолютное меньшинство. Соответственно, ну, можем их тестировать, конечно, я думаю, лучше стоит контролировать зеленые паспорта. Вот это у нас очень плохо контролируется. А тестирование не приведет к значительному снижению случаев, если мы будем 5 или если мы будем 50 рейсов тестировать. — То есть нет такого, ну, как вы это называете от слова, спред, ну, не та ли это ситуация, когда одним бортом летит зараженный и может передать другим, а там это уже в геометрической прогрессии распространится по обществу. Может, действительно, это хорошая мера, надо больше, надо нагнетать, надо увеличивать количество тестируемых в аэропорту. — Это мера хорошая, но она действенная, когда у нас 30-100 случаев в день, да. То есть это была эффективной мерой в первую волну. А в свою очередь, когда у нас столько случаев, сколько сейчас, это капля в море инфекции, которая сейчас в нашей стране циркулирует. Поэтому это не снизит уровень вируса в населении в среднем. — Хорошо, спасибо. Еще один вопрос, который связан с событиями, которые происходят буквально в данный момент. Вот в Латвию доставлены первые вакцины Pfizer, предусмотренные для детей. Об этом сообщил буквально параллельно нашему эфиру министр здоровья Даниэль Павлюц. Вакцинация детей, насколько действенной будет она? — Выглядит, что вакцины отлично защищают детей от инфекции. Но что самое хорошее, о чем я больше всего переживал, насколько это безопасно. Потому что мы видели, что в группе от 12 до 30 лет у мужчин, например, или мальчиков, были случаи миокардита, хоть и очень редкие, но все равно были. Но в данный момент в США, в которые отлично умеют проверять безопасность вакцины, побочные реакции, более 5 миллионов детей, мне кажется, уже хотя бы одну дозу получили. И более 2 миллионов завершили курс. И ни одного случая миокардита, перикардита не было установлено, как минимум, пару дней назад. То есть выглядит, что это действенная мера, потому что все-таки надо понимать. Да, дети не попадают в больницу и не умирают так часто, как взрослые, почти никогда. Но все-таки вирус каждого седьмого-десятого человека оставляется тяжелыми хроническими последствиями, которые проходят в среднем через полгода. То есть никто не хочет, чтобы их... То есть если вот в одном классе зародятся весь класс из 30 людей, то у трех-четырех деток потом будут проблемы с концентрацией, с сердцем, почки затрагивает вот этот лонг-ковид, то есть продолжительный коронавирус. Так что это хорошие новости. Вакцинируйте своих детей. Понятно. Ну что ж, я думаю, с этим призывом мы, наверное, в этом призыве и закончим сегодняшнюю беседу. Никита Троянский у нас был на прямой связи. Большое спасибо. Большое спасибо. Тоже не болейте. Хорошей недели, хорошего дня. У нас с Абиком небольшой перерыв, после которого мы пообщаемся с вице-мэром Риги, Эдвардсом и Смилденсом, в том числе о слиянии муниципальных предприятий. Радио Болтком.